Накануне 22 июня Дня памяти и скорби в Ходькове в Парке Победы прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Ее организовал коллектив Ходьковской школы номер 5 при поддержке Совета депутатов округа и общественной палаты. Пришли дети, родители, учителя, зажгли свечи, почтили память невернувшихся с Великой Отечественной и земляков, погибших сейчас в специальной военной операции. К 22 июня в городе приурочили и открытие выставки в культурном центре Елизавета Мамонтова. Выставка «Бессрока давности. Судьба истории» подготовлена Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» и Общероссийской общественной организацией «Российское общество историков-архивистов». Она экспонируется в разных регионах страны в соответствии с поручением президента России в рамках федерального проекта «Бессрока давности». Мы все прекрасно помним, кто освободил Европу, кто воин-победитель. Мы-то все это помним и знаем, и чтим это. Но сегодня это все перечеркнуто. Экспозиция состоит из стендов, которые через архивные документы знакомят с ходом трех международных судебных процессов над нацистскими и японскими военными преступниками – Нюрнбергским, Токийским и Хабаровским. Руководитель поискового объединения «Плацдарм» Константин Смирнов замечает, мы много говорим о дне скорби, но мы мало говорим о тех процессах, которые поставили точку в этой истории. Я помню Михаила Ивановича Тоскина, директора нашей 14-й школы и учителя по истории, когда он рассказывал о Великой Отечественной войне на уроках, было слышно, как комар летает. То есть настолько все, он сам фронтовик, он рассказывал так, что это вот каждый человек пропускал через себя. И это было сильно. Вот сейчас, если учителя вот так же смогут, это будет интересно. Выставка «Без срока давности судьбы истории» будет демонстрироваться в культурном центре Елизавета Мамонтова до 1 июля.